В связи с указом президента Российской Федерации, Федеральная служба наркоконтроля была упразднена. Функции были переданы Министерству внутренних дел. Сегодня в гостях программа «Актуальное интервью» на телеканале «Север» начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков, подполковник полиции Евгений Солонович, который расскажет о результатах работы своего подразделения и о дальнейших перспективах работы отдела. Здравствуйте, Евгений Леонидович. Уже год прошел с момента реорганизации. Как вы оцениваете наркоситуацию в нашем регионе? Всем добрый день. Хотелось бы представиться, как уже сказали мне, да, действительно, Солонович Евгений Леонидович, подполковник полиции. Являюсь начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненинскому автономному округу. Значит, хотелось бы отметить, действительно, указом президента было упразднено подразделение федеральной госнаркоконтроля. Эти все функции переданы в Министерство внутренних дел, в результате чего в нашем управлении сформировался отдел, в который вошли сотрудники частично с уголовного розыска, перешли сотрудники, также с ФСКН. Сформировался отдел в количестве 8 человек, и мы начали заниматься в сфере нелегального оборота наркотиков, а также в сфере и легального оборота наркотических средств. Хотелось бы отметить, что на территории региона в течение прошлого года было выявлено порядком 52 наркопреступлений всеми правоохранительными органами. Привлечено было порядком 6 лиц к уголовной ответственности. Хотелось бы отметить, что приблизительно, если смотреть статистику за последние 5 лет, то приблизительно где-то в год выявляется порядком около 50-60 наркопреступлений в регионе. Для нашего региона это существенный показатель, потому что наркопреступность носит так называемый латентный характер. То есть то, что если она не выявляется, это не означает, что ее нет на территории региона. Значит, нашим отделом, сотрудниками проводятся мероприятия с целью выявления этих преступлений. То есть структура выявления идет от лица к преступлению, это очень важно. Задействовано очень много сил и средств для того, чтобы выявить преступление. Если в отличие от того, как формула, если от преступления к лицу немножко иная. Здесь мы занимаемся конкретикой в отношении конкретных лиц, если какая-то поступает оперативная информация, как гласного, так и негласного характера. Мы проводим мероприятия, документируем деятельность преступную и привлекаем их в последующем к уголовной ответственности. Из незаконного оборота в течение года изымается порядком около 200 грамм. Наркотический средств в прошлом году было изъято немного более, порядком около 300 грамм. Основным наркотическим средством на территории региона является так называемый спайс. Это дизайнерский наркотик, сильнодействующий синтетического происхождения. Приблизительно его на основной процент, это порядка около 80 процентов. То есть 250 грамм изъято так называемого спайса. Остальное изымается, у нас наркотические средства, это гашиш изымался в прошлом году. Также были выявлены и изъяты, обнаружены и изъяты такие наркотические средства, как метамфетамин, амфетамин. Конечно, их количество намного меньше, но все равно они также преобладают в регионе. Подразделение мое также занимается в сфере административного законодательства. То есть мы выявляем лиц, употребляющие наркотические средства, а также хранящие в незначительном размере. А также осуществляем контроль за лицами, которым судом возложено так называемое прохождение диагностики и профилактики. В наркодиспансере они проходят лечение, не лечение, а контроль, как говорится. Если лицо употреблило наркотические средства, мы это доказали, судом ему назначается наказание в виде штрафа, а также помимо этого ему назначается лечение. Мы осуществляем контроль за данными лицами, то есть они в течение года должны пройти ежемесячно этот курс лечения в нашем наркодиспансере. Если же они уклоняются от прохождения данного лечения, мы их привлекаем к административной ответственности по 6.9.1, Кодекса административных правонарушений. Как в основном за непрохождение назначается арест судом административный. Также хотелось бы отметить, что мы выполняем функции легального оборота наркотических средств. Что такое легальный оборот наркотиков? Все мы знаем, что такое нелегальный. Легальный оборот наркотиков – это та сфера, где наркотические средства в основном предназначены, так называемые, к примеру, для онкологических больных. То есть в основном эти наркотические средства находятся под контролем медицинских учреждений, именно Ненецкой окружной больницы, Заполярного района и тому подобное. То есть те наркотические средства, которые нужны для онкологических больных и тому подобное. Мы осуществляем на данной четыре функции госуслуг, наш отдел. Но на нашем регионе очень актуальны две госуслуги. Это первая госуслуга, так называемая проверка лиц и выдача заключений на осуществление работы с наркотическими средствами и их прекурсорами. Это так называемые врачи в основном, которые к нам обращаются. Не врачи, а Ненецкая окружная больница из Заполярного района. Они нам предоставляют запросы, мы проверяем лица этих по учетам, выводим заключение и даем им разрешение либо работать, либо не работать с этими препаратами, так называемыми. И вторая услуга — это обследование помещений и учреждений, где может это находиться или храниться. Так называемые наркотические средства и психотропные вещества, которые также нужны для онкологических больных и тому подобное. Также мы проводим совместные с больницами, я имею в виду сотрудниками, проверки и даем заключение. Если оно, как говорится, своими условиями предназначено, может, как говорится, хранить согласно порядку, то мы им даем положительный ответ. Если нет, то даем отрицательный. Евгений Леонидович, недавно прошла акция «Дети России-2017». Какие еще мероприятия проходят профилактически? На территории региона, да? На территории нашего региона. Хотелось бы отметить, что мы также занимаемся профилактикой, наш отдел, профилактикой в сфере незаконного оборота наркотиков, на основании чего у нас проходит общая профилактика, индивидуальная. В рамках общей профилактики мы проводим в регионе всероссийские акции, либо программы, либо операции и тому подобное. Задача этих акций и профилактических мероприятий – это, так говорится, донесение до информации, пропагандической информации до населения региона о том, какие последствия могут наступить за употребление наркотических средств, либо за их ранение, или за сбыт, что может суд назначить лицам, какие наказания за это следуют. А также предупредить жителей об проблеме, которая может возникнуть у них в семье и тому подобное, чтобы те же родители знали, как выглядит человек, употребляющий наркотики. Не дай бог, эта проблема придет в их семью. Помимо этого, хотелось бы отметить, что вот эти акции, которые проходят на территории региона, это такие, как вы сказали, «Дети России-2017», «Сообщи, где торгуют смертью», будет проходить акция «МАК-2017», помимо этого «Навигация-2016» проходила в прошлом году. Все эти акции, конечно же, они без населения, без населения, без помощи населения, они носят процентов 70 положительного эффекта. Но львиная, как говорится, существенная доля была бы положительной от населения, если бы лица предоставляли бы нам информацию об тех же, допустим, лицах, которые находятся в подъездах, употребляют, или просто находятся в каком-то состоянии непонятном для жителей этого подъезда, они бы могли сообщать в дежурную часть, либо мне на мобильный телефон индивидуально, как гласного, так и анонимного характера. Мы любую информацию проверим. Хотелось бы отметить, что один из примеров недавно на улице Рабочей, один из жителей региона, то есть этого подъезда по улице Рабочей, одного из дома, сообщили о том, что двое людей молодых находятся в подъезде в странном состоянии. Сразу незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе и отделы по контролю за оборотом наркотиков. Лица были задержаны, при них было обнаружено наркотическое средство, также были взяты биологические объекты у этих граждан. После исследования было доказано, что они употребляли эти наркотические средства, и в результате этого они привлечены к административной ответственности за потребление. И сейчас на данный момент возбуждено в отношении одного из них уголовное дело, проводятся мероприятия и следственные действия в отношении данного жителя региона. То есть та информация, которая поступает от лиц, она очень важна для нас. Также в прошлом году, допустим, в АКВ, благодаря, ну или в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», тоже была поступила информация, что по улице Первомайской в одном из домов находятся лица тоже в странном состоянии, ну, опьянение так называемое, вот, в одном из рекреаций, ну, на взлетной площадке. Вот, также мы незамедлительно выехали, задержали двоих, один из которых оказался вообще несовершеннолетним. Проведенными мероприятиями были изъяты также наркотические средства, возбуждены уголовные дела, ну, один уже осужден гражданин. А вот в отношении другого тоже, кстати, направлено дело в суд. Вот вы упомянули акцию «Сообщи, где торгуют смертью», любой житель нашего региона может сообщить о каких-то фактах употребления наркотиков. Какую активность проявляют наши жители? Вот, как я уже сказал, что два факта уже было, как говорится, благодаря усилиями жителей, ну, как говорится, бдительности жителей округа региона. Было вот выявлено, получается, у нас четыре лица, которые, как говорится, в сфере незаконного оборота наркотических средств занимались правонарушениями и преступлениями. Вот, это очень полезная информация. Еще хотелось бы, как бы, обратить внимание на то, что, если раньше мы думали, что наш регион, он, как говорится, может быть, не так сильно подвержен наркопреступности или вообще наркоугрозе, то все-таки нужно, как бы, думать о том, что, как говорится, эта бомба замедленного действия может находиться где-то рядом. Даже много важно акцентировать внимание, очень хотелось бы отметить, кстати, пользуясь, спасибо, что задали такой вопрос. Как выглядит на данный момент вообще наркотик? То есть, если ранее мы представление имели о том, что наркотик может находиться в каком-то так называемом шприце, какая-то мутная, бурая жидкость или тому подобное, либо елый порошок, то сейчас, как я уже говорил ранее, наркотики, рынок, наркорынок в нашем регионе, да еще и по всей России, он наполонен так называемыми дизайнерскими наркотиками, этими спайсами, да. Ихний вид, он, как говорится, очень вуалирован или, как называется, то есть, ну, он выглядит таким видом, как так называемая растительная субстанция, ну, вот, в основном это ромашка, так называемая, то есть, его видоизменения, то есть, если мы купим, грубо говоря, в аптечном киоске ромашку, так же он может и выглядеть, и сам так называемый этот спайс, наркотическое средство. У нас были случаи, когда мы задерживали автомашину с одним из лицом, который употреблял наркотики, потом мы его поймали за, задокументировали сбыт, как он осуществлял, вот, и мы остановили его транспортное средство сотрудниками ГИБДД, в результате чего, ну, представьте, если ромашку рассыпать в машине, и это все попадет в обшивку и тому подобное, вот, мы изъяли это, как говорится, вот эти вот микрообъекты, так называемые, ну, вот эту ромашку мы называем, синтетический наркотик, как он выглядит, вот, и отправили на исследование, и действительно показало, что это наркотическое средство, в результате чего лицо было привлечено, в отношении него был возбужден состав преступления 228, части 1, это хранение наркотических средств в значительном размере, вот, и самое удивительное, когда мы общались с хозяином машины, то есть его одним из родителей, я имею в виду, вот, который давал ему управлять этим транспортным средством, он говорил, что, да, действительно, я знал, что в моей машине находится ромашка, но мой сын, ну, родственник там, он говорил, что у него болит горло, и он использует эту ромашку для того, чтобы у него, как говорится, прошли сиптомы кашля и тому подобное, хотя человек не знал, что наказываться наркотикам выглядит, как простая ромашка. Вот сейчас так меняется наркотик, а меняется ли образ наркоторговца и потребителя этих наркотиков? Да, меняется, потому что самое удивительное, что я уже давно как бы работаю по этой данной линии, уже с 2014 года, потому что мы также занимались в Министерстве внутренних дел, когда еще ФСКН не было расформировано, направлены были мероприятия по борьбе с наркопреступностью, то есть у нас был создан отдел, вот, я тоже возглавлял начальником отделения этого данного был отдела, не отдела, а отделения, вот, и хотелось бы, ну, смотря там мониторинг, как говорится, и анализ проведя за последние пять лет, да, он менялся, этот наркопортрет наркопреступника, в начале, как говорится, в основном, он является молодой гражданин, житель региона, самое удивительное, порядком около 22-27 лет, имеющий транспортное средство, у которого также в собственности имеется какой-то гараж, либо у его родственников, или он где-то арендует и тому подобное, потому что были случаи, когда мы находили и изымали наркотические средства, которые были, изготавливались в гараже и тому подобное, вот. На данный момент, в прошлом году мы задокументировали преступную деятельность жителей региона, в которую входили пять женщин, жители нескольку, то есть, как бы, получается, что уже стали подвержены и заниматься в сфере незаконнооборотно даже наши женщины, проживающие в городе Наринмаре, вот. Ну, также очень сильно выявлен факт о том, что начали возрастать среди несовершеннолетних факты распространения и хранения наркотических средств, то есть, в субъект вошли преступления еще и несовершеннолетние, вот, то есть, это учащиеся учебных заведений наших региона и тому подобное. Мы проводили совместные мероприятия с департаментом образования в учебных заведениях, совместно мы задокументировали там деятельность одних жителей региона. На данный момент дела ушли в суд в отношении них. Вот, изъяли наркотические средства порядком 20 грамм, опять же, так же называемый спайс, ну, дизайнерский наркотик. Вот. Такой вопрос, на кого направлены профилактические мероприятия? Когда нужно начинать профилактику уже, наверное, со школы? Ну, профилактику, я так с вами согласен совершенно, да, это надо заниматься со школы. Особенно очень важен тот фактор, что мы находимся, мы находимся, как говорится, автономно, то есть, наш город Наринмар, немецкий автономный округ. То есть, если наши дети поедут учиться в Санкт-Петербург, как правило, или в Москву, другие города, или Архангельск, как говорится, они, если здесь им тяжело будет найти наркотические средства, то там их могут вовлечь в употребление данных наркотических средств. Вот. И рядом нет родителей, которые могут подсказать, или, допустим, если человек не знаком ни с кем, если он приехал вообще с периферии, тому подобное, то он может быть, как говорится, подвержнут вективно вот в занятии вот этой преступной деятельности или в административные правонарушения сверен он. Какие-то стрессовые ситуации может быть. Стрессовые, да, 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 там несчастная любовь и тому подобное. Вот. Неразделённая любовь. Вот. И также хотелось бы отметить, что, да, действительно, я вот лично провожу мероприятия в школах, учебных заведениях с родителями, с педагогическим составом по вопросу выявления, по вопросу фактов или каких-то, допустим, появления предпосылок. То есть, допустим, не дай бог, если родители найдут приспособления для употребления наркотических средств, допустим, различные, как называемые, антенки и тому подобное, или бутылки, пипетки, как говорится, на данный момент очень актуальны. Вот. Чтобы они уже, как говорится, били тревогу, может быть, привлекали меня, я их как бы акцентирую на этом плане. То есть наша задача, как говорится, предотвратить на этой стадии совершение более тяжких и особо тяжких преступлений, так называемых сбытов наркотических средств. Очень важно. Какие мероприятия по профилактике наиболее эффективны? Это беседы с родителями или, может быть, эффективнее беседы с детьми? Мне кажется, всё-таки с родителями она тоже играет большую роль, в основном с родителями, потому что... Ну а также я считаю, что разговоры с детьми, разговоры, беседы, вовлечение детей в спорт, занятия каким-то иным занятием, я имею в виду. Если человек, если ребёнок занят чем-то интересным, какой-то секции, допустим, да даже создание каких-то игрушек мягких или тому подобное, или деревянных игрушек, или занятия спортом, футболом, или каким-то иным, это может быть благоприятно, отвлекает людей заниматься какой-либо ерундой, так называемыми вот этими наркотиками. Человек нацелен на развитие, у него создаётся социальная группа, которая также подвержена и тому интересу, то есть футболом, я ещё раз говорю, спортом, или занятием другим, которым для них интересно, для этой группы, но никак уже не противоправным или преступным. Это очень важно, то есть родители должны нацеливать и сами ребёнка, и определять, в каком сфере социальной он будет общаться и с кем. То есть контроль родителей, он обязательно нужен, это очень важно. Но также и профилактические беседы, также можно привлекать и меня для профилактического беседования с их детьми, ну, родителями, я имею в виду. То есть она тоже играет неплохую роль. Ну, а также очень сильно играет, как вот сказать, последствия. То есть я частенько говорю в новостях о том, что лицам, какие дают сроки за вот эти, за незаконный оборот наркотических средств, за совершение сбытов, за хранений и тому подобное. Значит, хотелось бы отметить, что на моей практике был такой факт, когда один из жителей региона, посёлка Искатели именно, распространял наркотические средства в районе памятника Танк, ну, который находится в Искателях. Вот. Преступная деятельность его была задокументирована, изъяты были наркотические средства, порядком около 20 грамм или 30. Но для нас это, я же говорю, что если год изымается 200, то это прилично для нашего региона. Вот. Ему судом был назначен приговор в виде 8 лет лишения свободы строгого режима. И в этот же промежуток времени одна из жителей округа совершила убийство. Ей было назначено тоже 8 лет. То есть если соизмеримо смотреть, какие сроки дают, то есть совершение сбыта наркотических средств, оно равнозначно, ну, как говорится, убийству. Вот. Это очень важно. И на моей практике были ещё эпизоды, когда мы задокументировали деятельность в 2014 году жителей тоже города Наринмара, которому было около 21 год, и судом ему было назначено лишение свободы 14 лет. То есть вы представьте, какие большие сроки дают за сбыты наркотических средств. Это очень важно. Сейчас тоже на данный момент осуждены лица в этом году тоже на большие сроки за сбыты наркотических средств. Это очень важно. Я думаю, эта информация дойдёт до населения, и люди подумают, как говорится, ответственность, которая может наступить за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как работает система выявления наркобольных? И, может быть, на какую-то помощь они могут рассчитывать от округа? Понятно. Вопрос интересный. Значит, также в нашей работе есть такой сегмент, институт — это реабилитация, ресоциализация наркопотребителей. Очень тяжёлое слово. Это, как говорится, помощь. Помощь тем лицам, которые выявлены, и которым поставлен диагноз наркомания, или которые не могут без наркотиков, таким простым языком, если сказать. То, да, действительно, мы совместно с Департаментом здравоохранения проводим разъяснительные беседы с теми же наркозависимыми или наркопотребляющими людьми в регионе. Проводим с ними беседы, с их родственниками в основном. Как бы тоже акцент ставим. С целью того, чтобы они готовили документы и обращались в Департамент здравоохранения по вопросу реабилитации. Да, у нас имеется центр, договорённость с таким центром, как «Ручей». Он проводит реабилитационные мероприятия, то есть помогает. Там приходят, поступают туда лица, которые такого же контингента, и с ними проводятся мероприятия. То есть также их вовлекают в спорт, вовлекают в занятия, в общественную какую-то мероприятие, в работу и тому подобное. Они стараются выйти из зависимости. На данный момент в прошлом году, если память не ошибает, то мы лично, наш отдел провёл мероприятие, мы направили двоих, они прошли там, так говорится, все мероприятия, которые были для них. А так, да, для жителей региона хотелось бы отметить, что можно обращаться в Департамент образования, либо мне, я могу навести по алгоритму, как это всё сделать и как людям помочь с этой проблемой, назовём так. Помогает реабилитация? Ну, да, помогает, конечно. Это же очень важный сегмент, и мне кажется, люди, может быть, они находят свои половинки тех же в этих так называемых реабилитационных центрах, потому что, как говорится, проблема, она же сплочает людей, правильно? А если она общая, тем более, им же легче выйти потом из этой проблемы вместе. Может создать ячейку общества, а это семья. Родить ребёнка. Какие перспективы работы вашего отдела? Какие-то планы, может быть, составляете на будущее? Новые функции? Ну, основной, конечно же, проблемой, основной же не проблемой, а основным направлением, конечно же, мы будем стремиться к профилактике, к профилактике, направленной на предотвращение, вот, как говорится, уменьшение наркоугрозы в регионе, потому что это очень важно. Ну, а также будем следить за лицами, которые распространяют, стараться пресекать, как говорится, пресекать их преступную деятельность уже изначально, чтобы они не смогли вовлечь их же несовершеннолетних в потребление наркотических средств или в сбыты и тому подобное. Стараться выявлять основных фигурантов всей цепочки, потому что, если же мы пресекаем деятельность ниже их уровней цепочки, то основная цепочка, лидер этой цепочки может остаться на свободе и начать свою преступную деятельность путем вовлечения других людей, жителей региона. Вот. Стараться, стараться направить свои силы на пресечение каналов поступления наркотических средств в регион. Это, конечно же, очень важная работа. Мы будем стараться взаимодействовать с соседними субъектами. То есть это с Коми, республикой Коми, так называемой Мусинском, и Архангельской областью будем проводить какие-то совместные мероприятия. Как наркотик поступает в Нинецкий округ? Какими путями? На данный момент, конечно же, это считается, что у нас зимняя дорога, так называемая, имеется, и в летнее время это водный транспорт, так называемый, река Печора, через которую переходит груза, и приезжают люди из отдыха, в отдыха, и тому подобное. Вот. Значит, мы проводили в прошлом году мероприятия профилактические, и навигация 2016. В этом году также будем проводить ряд рейдовых мероприятий в этом направлении, чтобы перекрыть эти каналы. Проводились мероприятия и в зимнее время, вот на данный момент было профилактическое мероприятие вахта. Вот. Была получена информация, хотелось бы сказать, что мы, о том, что один из жителей там региона, Усинска, на территории одного из месторождений хранил наркотическое средство, марихуану. Выехав, следственная оперативная группа проверила эту информацию и нашла свое подтверждение. Данная информация мы задокументировали, изъяли его порядком 25 грамм марихуаны. Лицо привлечено, в отношении лица было возбуждено дело, сейчас оно направлено в суд, если не ошибаюсь. Евгений Леонидович, а как проходит ваша повседневная работа? Повседневная работа. На что обращаете внимание? Ну, повседневная работа, конечно же, проходит изначально совещание, намечение каких-то определенных целей и планов. Самое-то главное направленное на выявление наркопреступлений, на выявление лиц, употребляющих наркотики. Если имеется какая-то оперативная, не требующая оперативного вмешательства, то есть незамедлительно создаем мы определенную группу, в которую входит уже следователь, оперативный сотрудник, но, как правило, мы все вместе начинаем работать, то есть у нас уже каждый сотрудник знает то направление линий, которое будет задействован, понимаете, да, то есть недавно, в феврале месяце, мы получили такую информацию, очень положительную, вот, мы узнали, что один из жителей региона в районе улицы Южная распространяет наркотические средства, мы задокументировали его преступную деятельность, сразу же, незамедлительно, был поднят следователь, который уже в нашей следственно-оперативной группе работал, и в ночное время мы возбудили уголовное дело, вышли на неотложный обыск, неотложный обыск, и вошли в квартиру, и обнаружили там этого, задержали этого фигуранта, и обнаружили у него наркотические средства, а также приспособления для их употребления. Он сразу же был водворен в ВВС, то есть в отношении его избрали меру посещения заключения под стражу, и в последующем суд его арестовал. Сейчас он находится, дело направлено в суд, он находится тоже так же в изоляторе временного содержания, в отношении него решается судьба. Давайте еще раз для наших телезрителей повторим, на что следует обращать внимание родителям. Ну, хотелось бы отметить, что очень важно смотреть на, ну, мы так понимаем, на ребенка, да, вот если имею в виду, имеется подозрение о том, что ваш, не дай бог, ребенок, ну, употребляет наркотические средства. Хотелось бы особенно отметить, что не надо смотреть на его поведение, то есть, если несовершеннолетний там, или ваш ребенок начинает вести себя как-то неадекватно, старается избегать ваших, ну, каких-то отношений, то есть, разговаривать и тому подобное, перестает заниматься своим любимым делом, а это типа спорт, или, допустим, рыбалка, или еще какое-нибудь такое, начинает избегать вашего внимания, пытается, пытается прийти в комнату и закрыться от вас, то есть, допустим, закрыть комнату и заниматься своими там делами и тому подобное, не выходит на контакт. Помимо этого, у него могут возникнуть поведенческие какие-то движения, то есть, неадекватные, он может шататься или вести себя как-то в состоянии том же самом, как по мнению, ну, по виду алкогольного пьянения, только от него не пахнет алкоголем, то есть, шататься, его может тошнить и тому подобное, вот. Это очень важно, и также, смотрите, как говорится, карманы и тому подобное, подростка. Это очень важно, можно найти какие-то приспособления для употребления, я уже говорил, это различные трубки, различные, недавно мы, кстати, обнаружили такой интересный и изъяли предмет для употребления, катушка ниток. Такая простая вещь, которая никому не придает значения, катушка ниток, на которой на кончике фольга, она имеет полость, можно использовать ее для как употребления курительной смеси, так называемой. То есть, доверяй, но проверяй. Но проверяй, если мы человека, когда же по работе задерживаем, у него находим катушку ниток, ну даже сотрудник может не придать этому значение, а родители тем более. Может сын сказать, да я там шью, или у меня что-то порвалось и тому подобное, скинув верхнюю вот эту фольгу, фольгимированную этикетку сверху, понимаете, да? То есть, очень важно смотреть, пипетки так называемые, они тоже используются для употребления вот этих спайсов. Вот, очень важно. И при получении такой информации важно не замыкаться и не проводить мероприятия личного характера в плане того, что вы можете человека еще сильнее замкнуть, то есть, своего ребенка. Вы будете ему предъявлять вот эти факты, а загнать его можно намного сильнее в себя. Потому что уже может возникнуть момент воздействия вот этих лиц, которые уже распространяют наркотики более старших, на него. То есть, он уже у них зависимый. То есть, он может быть должен, им уже деньги. Он может должен, им уже тот же самый спайс или и тому подобное. Вот это очень важно. И если мы, вы обратитесь к нам, я еще раз говорю, гласного, негласного характера, не имеет значения. То есть, все это можно сделать анонимно. Все это можно сделать в рамках негласной какой-то работы. Наша задача будет, главное это состоять, выявить того человека, который его вовлек в эту преступную деятельность. Употребление наркотиков или фактов сбыта. Вот. Вот это основная задача. Почему? Потому что ваш ребенок подвергся вот этому, как бы, преступлению, там, влиянию вот этого человека. Вы, если мы ребенка-то спасем, уберем от него, тот человек, который его вовлек, он может вовлечь еще и второго, и третьего, и четвертого. И это очень важно. То есть вы можете помочь нашему региону избавиться от лиц, которые распространяют наркотические средства. Спасибо, Евгений Леонидович, что пришли сегодня к нам в студию. Успехов вам в вашей работе. Наркоситуацию в Ненецком округе мы обсудили с начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгением Солоновичем. Это была программа «Актуальное интервью». До новых встреч.